Талантливые, добрые, умные и невероятно сильные духом. Все это они, удивительные горцы. Проект или компания РГВК Дагестан отмечает свой юбилей. За два с половиной года мы сняли 100 фильмов, познакомили вас сотни замечательных героев, которые на собственном примере показывают, что для человека нет ничего невозможного. Сулейман Магомедов из Каспийска – местная знаменитость. Спортсмен, массажист, тренер по вольной борьбе и по совместительству йог. Вовлечение йогой стало для него смыслом жизни. Он стоит на гвоздях, отжимается на одном пальце. Брусили на двух пальцах отжимает. Дагестанец на одном пальце может отжаться. Сила, Дагестан, сила. Пожалуйста. Сила, Дагестан, сила. А еще-то танцует лесгинку с мунчаками. И даже дошел на руках от Каспийска до Махачкалы. В будущем дагестанец собирается проделать такой же путь, но только вплавь. Добрый, смешной и никогда не унывающий горец Сулейман. Я в себе ничего удивительного не вижу. Любой человек может это сделать. У человека выбор есть. Не надо заниматься плохими вещами или пить, или жаловаться на жизнь. Надо над собой работать, раскрывать талант свой. Может ты йогой, можешь людей лечить, можешь рисовать. И это на радость людям. А вот Богома Айгубов из села Муги Акушинского района бегает всю свою жизнь. Занимается борьбой с самбо и дзюдо. Он попал в книгу рекордов России. В течение пятичасовой пробежки Айгубов сумел скинуть больше девяти килограмм. До него подобное не удавалось никому. А весь рекордсмену уже под 70. Мне не жарко. Им жарко. Остальным, которые со мной бегали, питались. Но они один-два дня побегают со мной и все бросали. Не выдерживали. В свободное от бега время Богомар Абаданович работает стоматологом, пишет стихи. И даже посвятил родному краю целую поэму. Но своим настоящим призванием все же считает спорт. Высмеивали меня, обзывали нехорошими словами, почему постоянно как лошадь бегаешь, там толка нет. Вот я показал своим примером, что такое спорт. Любить спорт, регулярно заниматься. И вот, конечно, я считаю, равнях нету в мире. Не отстает от него изъявдин Ника Магомедов. Перед работой обязательно совершает пробежку и делает зарядку. Может, без остановки пробежать дистанцию в несколько десятков километров. Пожилой спасатель увлекается горным туризмом. Был в Гималаях и Альпах, на Памире и Алтае. Но уверен, что самые лучшие горы – дагестанские. Я особенно люблю Докуспаринский район, Чарадинский, Умадинский, Харадинский район. Изумительные места, изумительный народ наш. Настолько у них культура гостеприимства. Когда проходит мимо, никогда вам не позволят, чтобы вы оставайтесь, переночуете, покушаете. Что у вас нет, может, мы вам поможем, и шаги дадим, чтобы ваши мешки перенести. И я говорю, спасибо, это мы должны сами делать, да. Отсечу? Алло? Он не раз спасал людей. И считает, что это его призвание. А еще организовал музей в МЧС, где хранится более трех тысяч экспонатов. Сидеть без дела горец не может. И потому в свободное время вместе с товарищами, детьми и внуками, отправляются в походы по горам. Мои мероприятия называются, у нас так, кипиш. За любой кипиш, кроме голодовки. Если для кого-то смыслом жизни стал спорт, то для Ниази Овсетова из Дербента – птицы. Триста лет, восемь поколений и три тысячи голубей. В семье Овсетовых из Дербента все потомственные голубеводы. Но самый известный из них – Ниази. У него самая большая коллекция пернатых на Северном Кавказе. И хотя заниматься голубями, тяжелый труд и большие расходы, мужчина не представляет себя без своих любимцев. Он мечтает открыть у себя на участке школу орнитологии, чтобы любой желающий мог посетить ее и познакомиться с его питомцами. Кто с ними занимается, у них плохой мыши не бывает, националистов, вопроса не бывает. Потому что голубь сам создан, Аллах его создал для мира, дружбы народу. Дербент богат уникальными людьми. Один из них – глухонемой художник Мирисмаил Сеидов. В мире, лишенном для него звуков, он начал рисовать. С окружающими стал говорить языком собственных картин. Мирисмаил – самоучка. Даже первый мольберт сделал своими руками. Мастер создает черно-белые графические работы и яркие цветные пейзажи. У него, да, есть своя философия. Он очень долго смотрит природу, он наблюдает за ветром, за шумом деревьев, смотрит, как эти листва шуршат, он смотрит. Он хоть не слышит, но он это чувствует. И у него своя философия видения мира. Но главный герой его полотен – старинный город. Величественная архитектура. Древние улочки и современные парки. Соборы, магалы и стены на рынкалы. Древний Дербент на его полотнах – такой теплый, любимый и по-своему родной. Он иногда часто, очень часто выходит из дома и ходит по улицам магалов. Он любит и его старинные постройки с его балконами. Если Мир Исмаил любит рисовать, то Хаджимурад Зургалов фотографировать. И снимков у него собралось, наверное, уже миллион. Если бы это была пленка, говорит Зургалов, то вполне можно было обмотать ею земной шар. Патриот родного края. Он любит Дагестан всей душой. Хаджимурад восстановил старинный автомобиль, принадлежащий еще Гамзату Цадасе. И хочет передать его в дар жителям республики. Ну а с Расулом Гамзатовым его и вовсе связывала крепкая дружба. Он столько всего знал. Удивительная память у него была. Слово было его. Это было четко, безощипочное слово. Юмор, все слово. В 99-м году Зургалов был в рядах ополченцев. Рисковал жизнью в боевых действиях. В мирное время, в память о погибших, он сажает деревья, которые растут сегодня практически по всему Дагестану. Через деревья раньше воспитывали людей. Это очень важно. Память ущедших, память погибших. Полюбил Дагестан сей душой камеронец Пьер Айджо. Попал он сюда совершенно случайно. Гостеприимный край ему так понравился, что Айджо решил остаться здесь навсегда. Женился на Дагестанке и стал отцом очаровательных малышей. Аварский он считает самым трудным языком на свете. У каждого языка свои чуть-чуть трудности. Но кумынский легко удается. Честно говоря, кумынский легче по произношению. У них нет вот такой... Лизгинский тоже легкий язык, но у них чуть-чуть... Ре, хе, 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 ха, хе. Так, чуть-чуть есть свои срочности, свои срочности тоже есть. Пьер поет на всех национальных языках. Танцует лесгинку, любит шашлык. Объездил все горные районы республики и считает себя афродагестанцем. Чем неудивительный горец? Ведь в Камероне тоже есть горы. Никакой деньги меня не удержал бы сюда, если народ был бы плохим. Просто народ хороший. Я из-за этого оставлюсь в Дагестане. Влюбились в страну гор и жители Станкт-Петербурга Виктора и Эльма Шотины. Устав от суеты большого города, они решили изменить свою жизнь. Оставили налаженной бытой престижную работу. Продали квартиру и купили автодом на колесах. Взяли с собой двух детей, домашних питомцев, Алабаев и кошку Масю. И отправились путешествовать по России. В Дагестан семья ехала с большой опаской. Им и вправду стоило опасаться. Опасаться, что они влюбятся в этот гостеприимный и красивый край. Что с ними и случилось. Посмотрите, какая тут красота. То есть мы находимся как в каком-то таком кольце. С одной стороны бархан, с другой стороны горы. Для нас это все равно горы. Хоть и местные говорят, что это холмы. Но нам очень это нравится. Место запланированных двух недель. Тревел-блогеры решили задержаться здесь на полгода. Мы приехали сюда, и мы увидели, насколько это гостеприимно, насколько отзывчиво и готово помочь. Готово приютить, даже поставить у себя дома. Мы были поражены этим. Которые друзья уже здесь завелись. И знакомые, которые приглашают в гости. И они это делают открыто, по-доброму. То есть все вот настолько еще и обижаются, если ты не приезжаешь. Дружеская беседа за ароматной чашкой чая и экскурсия по музею. Ахмедпаша Алибалатов из Карабадахкенского района всегда рад гостям. Он хозяин хранилища Старый двор. В 2016 году Ахмедпаша создал уникальный музей на собственные средства. Экспонаты искал долгое время по всему миру. Самое удивительное то, что вход в Старый двор абсолютно бесплатный для всех желающих. Многие говорят, что почему бесплатно? Говорят, ну, почти нет бесплатных музеев. Это единственный бесплатный музей в таком количестве большой. Маленькие школьные музеи есть, это не считается. А почему вы не сделаете платным? Не хочу. Не нуждаюсь в деньгах. Только поэтому? Не, просто не хочу. Что у детей деньги взбрасывали, что приходят сюда. Запчасти от десятки – каркас собственного производства. Несколько лет назад Абаш Магдилов из Бавтугая увлекся сборкой баги. На досуге он собрал уже третий вездеход. По профессии Абаш – электрик. А по жизни – механик. Все свое свободное время проводит в мастерской, которую тоже построил сам. Его самодельный спорткар, резвый и скоростной. Обгонит даже Ладу Приору. А по бездорожью ему и вовсе нет равных. В кругосветное путешествие в своих мечтах не раз отправлялся моделист Юнус Алиев. Он увлекался кораблестроением с детства. И вот, спустя годы, уже на пенсии собрал более десяти моделей старинных кораблей. Это каравеллы, галеоны, яхты и фрегаты. Целая флотилия в небольшой махачкалинской квартире. Разных веков и разных стран. Испанское судно. Это тоже, по-моему, насколько я помню. Говорят, итальянское, но там спорный вопрос идет. Тот у нас, по-моему, Сан-Себастьян Батиста. Каждую деталь он делает вручную. На каждое судно уходит около года. О том, чтобы продать свои уникальные авторские работы, он и не думал. Создает миниатюрные копии больше для души. Каждый раз ставишь перед собой какую-то задачу и выполняешь. Потом приятно смотреть на свой труд. Нет, я не думаю, что это какое-то необычное дело. Нормальное, как у всех. Бывших моряков не бывает, считает мастер из Хасавюрта Махмуд Абдурахманов. В молодости он служил на сторожевом корабле и сохранил об этом времени самые лучшие воспоминания. Махмуд работает автомехаником, а на досуге создал макет корабля СКР-57. Корабль это 50-го проекта, их было построено 60 штук. У них название шло 1, 2, 3, 4, да, 60. И маленькую копию легендарного танка «Победа Т-34». Я вообще хотел танкистам стать, но забрали не туда. Моряк, механик, мастер Махмуд. 4М в одном. Так говорят о нем друзья. А сам он мечтает о том, чтобы его макеты хранились в парке или музее на радость будущим потомкам. Чтобы проходили дети, внуки, молодежь, чтобы смотрел. Это же наглядное пособие для них. Влюбленные в море и родной край. Команда энтузиастов под названием «Якорь» занимается благоустройством Махачкалы. Три года назад простые пенсионеры решили привести в порядок каменный пляж в столице. И у них все получилось. Они убрали мусор, построили беседки, спортивные детские площадки, провели воду, посадили несколько сотен деревьев. Махачкалы и туристы даже так откликнулись на эту идею, на эту прекрасную идею, что они сами принесли, начали приносить деревья, посадить из-за моих родителей, за моих родных и близких. В общем, создали все условия для комфортного отдыха окружающих. Но есть одно условие – не оставлять после себя мусор. В свои ряды пожилые волонтеры принимают только мужчин старше 65 лет. Они шутят – на корабле женщин быть не должно. Ну а прекрасные дамы не отстают, наводят чистоту на пляже «Березка». Я считаю всех членов нашей группы здоровья удивительными людьми, у каждого свои интересы, богатая биография. Поэтому мы смогли объединиться и создать вот этот удивительный пляж из заброшенного городского участка. Футбол сделал его знаменитым и чуть не довел до больничной койки. Шамиль Магомедов из Кизляра в одночасье стал звездой социальных сетей. А его интервью расхватали на цитаты. И только так и нужно болеть за своих игроков, посчитали многие. У клуба МЖС Кизляр было немало финансовых проблем. Все кардинально изменилось после звездного интервью. Шамиль стремится к одной цели – развивать в Кизляре любительский футбол. Еще одна звезда социальных сетей – простая пенсионерка из Касавюртовского района Алжанат Гаджимагамедова. На досуге она завела блог и стала невероятно популярной. Включаю камеру и тихонько иду, чтобы ламинар не двигался. И говорю, привет из Дагестана, девочки, давайте сегодня поговорим о том, о сём. Её привет из Дагестана ежедневно слышат более миллиона подписчиков. Именно такое количество фолловеров подписано на Алку. И с каждым днём их количество только растёт. Она такая, какая есть. И успех её именно в простоте, считают родные Алжанат. А сама блогерша уверена, что её лайфхаки необходимы и интересны людям. Я себя-то не считаю суперчеловеком. Каждый сможет вот так вот, как я. Просто я показываю себя, какая есть, такая я выхожу людям. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»